Здарова! У нас сегодня вместе с вами на просмотре новый ролик от Уголок Акро, где он, естественно... Уголка. Уголка. Да, так будет правильно сказать. Где, короче, он будет очередной раз смотреть на какие-то потрясающие плагиаты, в этот раз плагиат трёх богатырей. Посмотрим вместе с вами, что это за такое. Погнали! Вы любили трёх богатырей? Ну тогда полюбите и богатырят! Мультсериал, в котором новые богатыри, это детишки с крашенными волосами и очень тупыми мозгами. Этот пацан, который по центру... Дети богатырей, которые подсели на ТикТок. Когда скажешь подсели, это будет немножко другое слово. Чел, который по центру, знаешь, на кого похож? На Владу Бумагу. А, да, и что там? Посмотри. Ты русский богатыр! А, у него тогда он подсел, видишь, у него значок типа Ютуба какого-то импровизированного. Это, видимо, Рутуба. Хотя Рутуб вроде зелёный. Топ-продаж футболок! Как заставка этой дичи умудряется на двух уровнях обманывать зрителя? Как можно раздать героям максимально идиотские способности? И почему-то считать, что зрители их полюбят? И как Союзмульт-фильм докатился до такого? Это Союзмульт-фильм делал. Сегодня мы в этом разберёмся. Не отходите далеко. Все массовые сдряв. Есть вещи, которые, видимо, не закончатся никогда. Да. Плагиатры? Наверное, вышел уже десятый. И это, если не считать спин-оффа про Юлия. Да, да, да. Я взяла трейлер его. Там типа Юлия поменялась местами с князем Владимиром. И тот превратился в коня. Или там тело поменялось. А этот превратился в князя. Ну, я так по трейлеру видела. Мультфильм о богатырях. Просто задумайтесь. Когда-то наша анимация была в состоянии комы. И можно было только гресить о том, что когда-то получится организовать хотя бы наполовину такой же успешный мультяшный конвейер, как на Западе. А сейчас осознайте. В наше время ни одна западная франшиза, ни какой-нибудь Шрек, ни Мадагаскар... Сколько уже из фильмов вышло? Или там гадкий я. Не смогли родить в своей вселенной 11 картин. Вау. Ну, знаешь, ну, знаешь, я хочу сказать по этому поводу... Популярность какая у них? Я не знаю. Есть популярность? Ну, слушай, ёлки, сколько уже вышло ёлок? А-а-а. Угу. А я скажу, что они делают. Они от мультфильм специально под Новый год выкатывают. Когда ты такой весь, типа, классный, у тебя настроение, у тебя свободное время, у тебя каникулы, ты ходишь в кино, и у тебя как бы нет вариантов. У тебя есть ёлки, и богатыри, и любая часть, и ты на всё это просто идёшь. С детьми или сам там. С другой стороны, вокруг западных мультфильмов есть какая-никакая событийность. А у последнего мульта про богатырей нет даже страницы на Википедии. Никто даже не пошевелился что-то там набросать. Видимо, эти мультики настолько стали обыденностью, что с таким же успехом можно описывать ежедневное потребление чая. Ся-а-а-а. Приятно, конечно. Но ведь это бытовуха. Хотя многие хотели бы стать такой бытовухой. Я уже рассказывал про всякие закосы по трёх богатырей, что пытались словить аналогичный успех на волне эстетики русских былин. И по вашим просьбам я продолжаю этот анализ. И на деле я удивлен, что все подряд не стали лепить в свое название слово «богатыри». Ведь в идее этот термин давний и не должен прямо кому-то принадлежать. Хотя, возможно, студия Мельница и на это слово наложила свои авторские права. Кстати, да. Между прочим, Аккер в начале кадра поставил с Мельницей. Он очень рискует. Помнишь, мы сняли с тобой какой-то обзор от Саиндука? Да, мы, соответственно, тоже рискуем. Да. Помнишь, мы с тобой какой-то обзор на Саиндука? Ему пришлось перезаливать, и он все кадры с Мельницей заблюрил полностью. Пришлось, да. Ну, вообще жесткие какие-то челы они, на самом деле. Ну, и тут можно обмануть систему. Познакомьтесь, это «Богатыря-то». Прекрасный мультсериал, вышедший в 2018 году. Глядя на его... Они связаны с богатырями? Это точно 2018 год? Посмотри, какой графон. Ну, как-то они похожи совершенно. Я не знаю, как они связаны с богатырями. Ну, считай, что они богатыр, там есть сейчас слово. Можно и в два сторон выпустить такое, на самом деле. Ну, да, было бы желание. Вау. Я подумал, что над ним работала какая-нибудь левая контора халтурчиков за три копейки. А потом я увидел вначале логотип «Союзмультфильма». Слезы полились рекою. Знаете, все, кто гнали, что в новом «Ну, погоди, графика так себе», просто обязаны прямо сейчас покаяться. Потому что, судя по всему, там создатели, ну, очень даже постарались. Возможно, даже вычеркнули из общего бюджета ежедневные бутерброды на саппорт. Для того, чтобы это зрелище хотя бы не вызывало фонтан крови из глаз. Но вообще «Союзмультфильм», наверное, молодцы, что не только эксплуатируют свои старые бренды, а пытаются еще и сделать что-то новое. Возможно, посмотрев... Нет, они просто пытаются эксплуатировать бренды «Мельница», потому что «Богатыри» типа тема хайповая и вся эта тематика. Ты заметь, есть же даже фильм этот «Последний богатырь». «Богатыри, богатыри, богатыри», «Русские сказки», «Богатыри, богатыри», «Богатыри» везде. Это понимаешь, что такое «Богатыри»? Это как есть супервселенные, там, DC Marvel, у них супергерои. А на Руси типа «Богатыри». Это наши, типа, местные супергерои, и поэтому они вот везде их так и пропихивают. Богатырят? Я перестану ассоциировать этот бренд с чем-то древним. И грянет новая эпоха. Окей, ради бога, хаотичный монтаж, будто у монтажера случился репарит, а заказчик посчитал, что это такое креативное решение было. Ладно, все дергаются. Ну, допустим, динамизм, чтобы увлечь ребенка. Но зачем все эти визги и местами просто случайные звуки поверх песни? Видимо, чтобы ее максимально испортить. Вообще, наличие звука в заставке – это нормальная практика. Возьмем, например, опенинг Чипа и Дейла. Ну, вообще, должны быть тут звуки, потому что они дают живости изображению. То есть, а вот машина там проехала, полицейская, допустим, она там дрифтанула, нужно звук шин по асфальту, это как бы просится. О, ностальгия есть? Смотрела-то? Звуки органично выписываются. И на английском языке перекрикивает саму песню. И нет попытки запихнуть звуковой эффект в каждый монтажный кусочек. Ведь иначе, само собой, выйдет какафония. Но я вам скажу, что и без этого можно легко обойтись. Вот в заставке Gravity Falls упала буква. У них какого-то специального звука под этой нет. Нет звука, когда дымок тоже такой, должно что-то такое, когда он появляется, да? Нет, ну, слушай, ну нету, как бы, ну он подошел бы. Просто нету. Просто нету, но там акцент идет на песню, на композицию идет. Но можно было и доложить, и оно, знаешь, хуже бы не стало, я скажу, да. Оно там типа тихонечко где-то такой интершум есть такой. Нам просто дают насладиться музыкой. И ведь тут даже слов нет. И все равно создатели решили, что не нужно накидывать звуки, хаотично пытаясь таким образом привлечь внимание зрителей. А знаете, почему... Я вообще за интершумы, они дают живости, но они должны быть очень тихо на фоне. Они никогда не должны прикрывать трек. Либо у тебя должен быть вообще полностью видос, допустим, без музыки, и только одни, допустим, вот шумы идут. Нет, тут, наверное, мы в крайность уже идем какой-то. Интершум нужен? Да. Просто в меру? Ну, тихонько. Там, наверное, много было. Там было много, и он был громкий. Да, но на мой вкус мне нравится. То есть интершум, он такой чуть-чуть, знаешь, как в наушниках такой... О, да, я слышу. Оно добавляет такого объема какой-то живости. Нет, естественно, ты его не замечаешь, но оно тебе... Просто, в общем, у тебя восприятие так играет, что ты, да, как у тебя более объемно все это становится. Не то, что картинка объемнее, а как-то, в принципе, в голове более все слышно. Долби аудио. Да, долби. Почему? Потому что Gravity Falls уважительно относится к интеллекту зрителя. Ну, а вот тут... А вот криким не нужны, наверное. Я даже не знаю, что тупее, пихать визги или пихать какие-то слова, которые даже нельзя разобрать. Ведь все заставки мира сразу улучшатся при таком подходе. Просто когда у тебя, в принципе, песня поется, она поется голосом. И на фоне еще кто-то что-то говорит. Это, кажется, смешается. То есть, допустим, там, где звук топора, нормально. Который любит что-то. Ну, тихонько, не особо. А если кто-то даже грохнулся, например, то тоже тихонько звук падения. Ну, вот это... Эй, мужик, иди сюда. Вот это не пойдет. Не пойдет. Нет, она сольется в одну кашу. Главное это смотреть с картинкой. Потому что если выключить картинку, и мама заходит, будет немного неловко, мне кажется. Да, она заходит, а там на паукалите что-то. Вот это вот. Зеленое, что-то непонятно. Я воню с тонки. Экскюз-бой. Да-да-да. А что ты смотришь такой, сынок? Не обидай кудас-тай. Да-да-да. Забудьте об этом. Да, первый звук в самом мультфильме это звук мух. Видимо, создатели таким образом пытались показать, что сами прекрасно понимают, что они сделали. Если вы думали, что мультфильм... Ну, с другой стороны, мог быть звук пердежа, например, как, знаешь, Шрек открывает с туалета. Ну, там прикольно открывается, типа, он подтирается сказкой. Допустим, звук там в сельский туалет показали, и был бы такой... Поэтому муха еще не самая плохая, на самом деле, для открывающего звука. Мультфильм богатыря-то, он про классических богатырей только в юности, но знаете, как в каком-нибудь Том и Джерри в детстве. То вы серьезно заблуждаетесь. Здесь у нас только модно-молодежные ребятишки. Как он появился? Где я? Алина, это эффекты ТикТока. А, ладно, извините. Это монтаж, я поняла. Это когда ты такой стоишь такой, танцешь такой, щелк и в другой одежде снова танцешь такой. Я поняла, извиняюсь, извиняюсь. Я извиняюсь. Чем в отзыве на мультфильм? А, а, а. Спасибо за внимание. Такси! Такси? Долго его еще ждать? Так, вот тут вы спалились. Модный молодежный дерзкий мультфильм, где дети пытаются ловить такси вот так вот. Вместо того, чтобы вначале проверить, ловит ли здесь какой-нибудь Убер. Нереалистично, господа. И за такси ты платишь? Как это я плачу? Они видят друг друга примерно минуту, но девушка уже решила, что парень должен за нее платить. Как приятно наблюдать за развитием этих здоровых отношений. Спустя пару минут появляется еще один персонаж, у которого мускулы вместо характера. Привет, карасавчик. И один тилач с прекрасными бицепсами. Маленьким ножками. Трицепсы тоже хороши. Нужен он тут, чтобы, видимо, челкаря еще сильнее чморили. Я вообще оказалась в этой стрёмной деревне в компании странного гика и симпатичного спортсмена. И пофиг, что... Еще больше унизила. Вообще раздавила. Она унижает ладу бумагу. Вытянули у него, да. Унижает ладу бумагу. Я буду подчеркивать, как он крут на фоне этого задрота. И при этом я претендую... Вообще не похож на задрота вообще ни разу. Он похож на модника. Они все похожи на модников. Никто из них не похож на задрота. На обычного... Модника. Модника, да. И на персонажа, который должен вызывать симпатию. Вот такой вот взгляд у создателей на женщин. Итак, дамочка по имени Едвига с парнем по имени Коша все же догадываются использовать мобильник для вызова такси через две минуты после неудачной попытки в автостоп. А стоило бы... Вообще ни одной машины мимо не проезжало. ...средств. И только потом перейти к этой крайней мере. Слава богу, появляется вот этот мужик, который пытается просто заткнуть всех персонажей. Прибрали языки и убрали громкость до нуля. Новобранец, тебе какое-то отдельное пояснение нужно? Мы все говно! Мы все говно! Говно! Получается, времени совсем не осталось. И именно им придется быть богатырями. Это же... Что же получается? Что от этих трех недотеп зависит судьба мира? И создал Господь землю, чтобы ее спасли три куска графона, у которых святотень вышла из чата. Я Соловей Романович, а это место богатырская застава. Соловей разборник. Граница между миром людей и миром сказочным. С инфраструктурой тут, как видите, непорядок. Даже какой-нибудь пятерочки рядом нет. Поэтому жрать мне придется вас. Но не переживайте, перед этим еще будет легкое изна***ывание. Хороший ведь аргумент, а? Короче, выясняется, что все эти ребята потомки богатырского рода, которых призвали защищать мир от вторжения чудовища Чудо-Юда. И вот этот мужик Соловей Романович собирается их обучать. Но, видимо, у нас тут эдакий бюджетный Гарри Поттер. Типа, когда хотел учиться в красивой школе волшебства. Очень, очень бюджетный, да. Но бюджет позволил... Только на потолуху пойти, да? Грусть. Только одного трудовика в какой-то дыре, где, судя по всему, есть только одна халупа на всех. Ах, серьезно, я с трудом могу представить себе более бедное окружение. И, кстати, взгляните еще раз на заставку и на сам мультфильм. На заставку и на мультфильм. Да, видишь, какой вообще скам жесткий? Ты видишь, как в заставке не старались? Они же прорисовали. Свет и тень, добавили объемчик. Смотри, какой мультик. Я заметил сразу. У вас ничего не смущает? Очень смущает. Заставка, это просто обман. Графика в... Вот, смотри, какая была в графике. Графика в заставке, видишь? Это как будто, знаешь, вот кто-то сел в вигурку, просто забил и не доработал элементарно. Посмотри. Ну, вообще жестко. На волосы, ну... Ну, тени нет, Алина. Да вообще ничего нету. Гораздо приятнее, чем в самом мультфильме. Это псевдонарезка отрывков из мультсериала, которых на самом деле в нем нет. Я просто поражен таким видом наглости. Придет чудо-юдо. Дорого сделать. Вы сами-то верите в эти сказки? Ну, вообще справедливо. Это уже, если что, вторая серия. Но сам Соловей не показал никакой магии. Все, что он делал, это говорил про великую битву, которая рано или поздно свершится. И один раз поговорил просто с воздухом. Значит, богатырская застава их призвала. Всех троих. Он вырлся им спиной? Так что пока это выглядит так, будто какой-то шизоидный деревенский мужик просто похитил трех детей для каких-то нездоровых утех. Если так и окажется, то мультсериал спасен. Однако магия проявляется благодаря Едвиге, которая заставила Кошу застыть. Но мне кажется, это не столько сюжетное решение, сколько повод аниматору отдыхать. Начали на расслабление. Ведь он же так не старался в этом проекте. У Коши обнаружился важный дар. От испугу он так коченеет. Это очень крутая способность неуязвимости. Это, блин, самая тупая супер... То есть его способность, это он когда со страху просто превратится посумом и делает вид, что умер, и все. Так он же еще легче сожрать. Или он там каменный становится и не пропустит. Способность на свете. А какие тогда способности у других, ребят? Чудесная паническая атака и поразительный метеоризм? Люди экскурят в сторонке. Когда он в таком положении, ему ничто повредить не может. Погоди, с чего это? Вроде не было сцены, где вы пытались его отмудохать. А зря я бы сам хотел бы присоединиться. Выглядит так, будто чувака просто пытаются не расстроить. Типа, не волнуйся. Да, да. Мало того, что вы так чморяшны, типа он ботан. Еще и способность у него сратой. Не волнуйся, это классная способность. Молодец. Good job. Ты просто при первом же уходе от тебя девки словил панику и валялся не в состоянии двигаться. Это твоя неуязвимость. Ого. Круто. Значит, я могу им как дубиной размахивать. Уверен, что при следующем испуге он просто словит сердечный приступ и до трансформации не доживет. О, да ты мой фанат. Да ладно, не смущайся. Но на деле у качка Алекса просто включается режим чувства собственной важности. Честно говоря, я и сам бы не прочь быть своим фанатом. Ха, может мне начать фигурки с собой выпускать, а? Или футболки. Это что, призыв купить мерч? Алекс, богатыря-то футболка. А что есть? Не нашлось ничего. Но кроме возможности купить этот мультик на DVD. Впрочем, логично. Ведь это зрелище выглядит как что-то сделанное в момент... Кто-то до сих пор покупает DVD-диски? Серьезно? Да? Да? А, ну да. Думаешь, да? Наверное, да. Когда DVD были актуальным форматом. Ну да. А тут я даже польстил. Ребята, с помощью силы интернета, который тут любезно есть. Только заходить нужно со специального компьютера с пустыми клавишами. Видимо, рассчитанную на слепую печать. Ведь все персонажи здесь явно потянут это со своим интеллектом. Сладкая парочка находит инфу, что предком Ядвиги является Баба Яга. В общем, среди твоих дальних предков была... Баба Яга. То есть, какой-то богатырь. Ммм. Баба Яга. Он её... Ядвига! Ну, не сразу, там, через поколение. Очень интересно, учитывая, что это антагонизм. Да, у Дубины по голове она родила вот эту... Да, по голове, да. Не переживай, со злыми родственниками всегда можно закончить вот так. Я Рэй. Рэй Скайуокер. И знаете, это сравнение очень корректное. Что Рэй имеет способности просто потому, что у неё дед крутой. Что вот здесь? Бабка и ёшка. Бред какой-то. Как это поможет понять, в чём моя сила? Помните, ребята. Телегенез. Залог к победе — это удачные гены. Прекрасная идеология. Нет! Это никому не подсилен! Мы победить вас и захватывать! Ну, на самом деле, Рэй, хотя бы много обучали. Чем вот не особо тут занимается Соловей? Я уже посмотрел пять серий, но вообще не занимается разве... А сколько времени серий идет? Здесь минут десять хотя бы. Зачем ты столько страдаешь? Зачем ты столько страдаешь? А страдает за нас. ...тем способностей детей. Вот типичный пример завязки. Появляется такое существо, как Морок. Оно принимает облик одного из персонажей и, по идее, Соловей должен рассказать неопытным детям, что делать в такой ситуации. Ну, а он... Я настоящий кошек. Ладно, я пошел. А вы тут... Разбирайтесь. Замечательно. Отлично, мужик. От тебя так много толку. У вас первый урок какой-нибудь высшей математики. И препод в первую же минуту дает вам сложнейшую контрольную. И просто сваливает. Алекс, есть идеи? Блин, мне так было больно наблюдать за волосами этого героя. Будто они специально были выбраны аниматорами для демонстрации того, насколько всратый графон можно родить, сконцентрировав все силы. А теперь носители этих волос еще и два. И знаете, как персонажи все разруливают? Даню, у всех там прически клевые. Суперспособность Коши замирать от страха. Сценаристы просто вынуждены были коль-как придумать ситуацию. Как страшно. Я теперь понимаю, что с ним никто не дружит с этой Кошей, блин. Где способность Коши будет не бесполезна. Ну, тут хотя бы есть какой-то элемент сверхъестественного. В то время как у Алекса... Что у него способность? Просто быть суперсерьезно. Ну, он держит камень одной рукой. Но в течение всего мульта ему не дадут сражаться с монстрами. Так что не удивлюсь, если камень бутафорный. А чувак, ну, просто качок. Если я отожмусь 30 раз от пола, этого будет достаточно, чтобы стать сверхчеловеком? Ситуацию немного спасает появившийся персонаж Василиса со способностью к невидимости. И это прекрасно. Потому что чем меньше я вижу... Кстати, да. Я хочу сказать, способность невидимости очень классно для аниматоров. Я же отрисовывать не нужно. Гениально, классно. Они даже контур ее не сделали. Обычно делают контур или тень. Да, всем такое способность. Чтобы все были невидимыми. Просто двигать камеру такой. Да. Вот, тема шикарная. Вот, на заметку берите. Эти модельки, тем мне явно легче. Никому с нами не справиться. Хорошо. О, неужели наконец будет битва? А то уже 6 серий. Я слушаю про то, что грядет великое противостояние. Но ничего не происходит. Попробуйте справиться с этим. А, класс. Орг подкидывает книгу заклинаний. Ребята ее читают. И после этого все сказочное страдает от выросшей травы. Герои теряют способность, чтобы модернная играла в роль. Чтобы за весь мульт они хоть раз пользовались бы ими для какого-то важного дела. Какая способность может быть у Коши для важного дела? Быть декорацией? Я не знаю, что. А Василиса и вовсе при смерти. Ведь она из мира сказочных персонажей. И да, герои собираются вокруг персонажа, который не может встать. И не понимают, что делать. Круто. Прямо как они уже делали 4 серии назад. Тут, видимо, каждый из этой компании обязан хотя бы серию поваляться в предсмертных конвульте. Ну, чтобы не рисовать. Она же самая прекрасная. Я никого лучше ее не встречал. Ведь я знаю ее целых 3 серии. Не знала, что у вас все так серьезно. Да, еще как. Эту траву заклинанием не выкорчевать. И знаете, что делали... Знаете, чем выкорчевать? Нарядом. Как там это называется? Отдел по борьбе. Ладно, не важно, в фоне. Герои. Они взяли и просто отпинали траву. Это же розовая крапива. Будь то какое-то гениальное решение, что требовало коллективного мозгового штурма. Вот что у вас в голове при слове «богатыри». Эпичные битвы с драконами, с армиями врагов, с эпичными путешествиями. На скрапиву палкой. Так делали только отстойные богатыри прошлого. Современные богатыри. Большую часть серии валяются на полу, а потом пинают траву, будто это какое-то тяжелое дело. Я посмотрел уже половину серии, и вот это, наверное, самое эпичное, что здесь вообще произошло. Ну что, следующий эпизод будет про то, как они пнули банку на земле, и после этого долго страдали от того, что ножка Бобо? Нет. На самом деле, следующая серия рассказывает про героя, который застрял во временной петле. И несмотря на то, что... Подожди, это же лимб. Внезапно начался, или там день сурка. Чертая концепция, которая где только не была. В контексте вот этой общей халтуры, это, наверное, лучшая история тут. Но не переживайте. Уже следующий эпизод будет про то, как вот этот Дегрот расставлял ловушки на Чудо-Юдо. Но вместо того, чтобы поймать его, он отбежил одного своего приятеля, второго приятеля. И вот уже, казалось бы, понимает, что он делает что-то не так. Нет, ты безбежишь еще кого-нибудь. Это Чудо-Чайник. Он создает ловушки, из которых никто не выберется. И в ловушку угодили Василиса с кошель. Смотри, как это было. Я взяла. Я сейчас тебя еще. Давай. Я взяла вот так. Вот так вот. Только я их обошел. Они уопу и замерли. И ты двигать теперь в ловушке. Какой же ты тупой. Давайте так. В поп-культуре есть много глупых персонажей. Вот, например, инспектор Клузо из Розовой Пантеры своей тупостью создает забавные ситуации, над которыми можно посмеяться. К тому же у него есть серьезный и умный напарник, создающий забавный контраст. Ну или возьмем какого-нибудь Гуфи, который просто сам по себе обаятельный. А вот этот хотящий стереотип тупого качкам вызывает только ненависть своими действиями. А когда, извините, кроме него не остается других персонажей в течение истории... Он решил вокруг чайником облить себя, я надеюсь. И мультик закончился. Хэппи-энд. Все просто замерли и умерли, и состарились, и все. Такая перспектива нагоняет ужас. Зачем им вообще какой-то призрачный страшный враг, когда они сами себе враги? Ладно, герои попали в неприятность. Интересно, как они из нее выберутся? А, я сейчас вам покажу! В обратно, что ли? Я думала, я не выберусь. В смысле, а как они выбрались? Монтажок! Просто темный экран за кадром. Так, знаешь что, это не будем, просто... Все, ой, блин, мы... Выбрались! Мы так сложно выбирались, хорошо, что мы выбирались. За полсекунды темноты. И все. Хорошо, что от этих ловушек есть средства. Щепотка соли, и ваш друг на свободе. Ну, круто все разрулилось с помощью силы возможности уйти в темноту. Да. Представьте, что вы смотрите, например, Звездные войны. Вам показывают, насколько страшным оружием является Звезда Смерти. А потом такой темный экран, и такой мир даже по жвачке. Все такие ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, как хорошо, что мы все восстановили обратно. Хорошо, что мы нас все склеили. Жалко, что я стал за кадром, но не важно. И далее уже показ, как герои получают награды за то, что уничтожили эту самую Звезду Смерти за кадром. Это драматическое безумие. Как мне, может быть, не плевать на героев, если все, что с ними может произойти, легко исправляется силой идиотского монтажа. Я поняла, почему Коша нет друзей снова. Ладно. Они эту туровую, что использовали? Да, походу, они просто обминали, я тебе кричу. В последних сериях Орг гипнотизирует Ядвигу, и происходит это. Знаешь ли ты... Дорог, да. Делать заставу беззащитной. Очевидно, что именно в нас есть что-то, что ее защитит. Значит, достаточно справиться с вами. Как здорово, что тебя вообще не смутил ее голос, я зря гнал на качка. Тут тупые абсолютно все. Ну и начинается бесподобный экшен. Ооо. Хитвига. Это зомненький. Чаааа. Уааа. Да, да, да. Это финальная серия, где нам, наконец, должны показать это самое чудо-юдо. Ну, ну, ну. Сейчас на экране вы можете наблюдать, как обычно изображают этого фольклорного персонажа. Как огромное жуткое чудовище. А вот, кстати, да, чудо-юдо, рыбакит. Слышала эту сказку? Не читала, что кит был, а сверху на нем была деревня? Что ты какую-то сказку сто лет назад читала? Да, 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 да. Вот это вот где-то я видела. Поражающее воображение. А вот помните этого самого типичного орка? Это был чудо-юдо? Так вот, чудо-юдо, это он. Блин. Да, я же так и сказала, что это, походу, он и есть чудо-юдо. Я так и поняла. Я так и поняла. Пстяще. То есть вот из этой вот зеленой жабы зависит, типа, судьба мира. Понимаешь, если он не победить. Логично. С них мир будет лучше. На кой черт он общается через... Почему он сам не может поговорить? Нам показывали, что он может говорить. Просто потому что может. Огромное чудище, которое в силу своих масштабов не могло бы общаться с обычными людьми и выходило вступить в контакт только через другого человека. В этом был бы смысл. А вот это просто выглядит тупо. Потому что могу. Я жду, наконец, проявления способностей героев, о которых нам столько говорили. Давайте, замирайте. Как показали, замирать, невидимца. И тупить. Тупить. И все. И телекнесс. Нет, она... Камни поднимают. Нет, вот это блондиночка невидимства. А Ядвига делает... Камни поднимает. Сомневаюсь, что валяющийся на земле Коша это то, что будет эпично смотреться в финальном бою. Но, возможно, хотя бы в отличие от других тупорей, он хоть выживет. На деле, Коша признается Ядвиге в своих высоких чувствах. И сила любви, конечно же, исцеляет ее от гипноза. Ну, тогда вообще не понимаю проблему. Пусть также загипнотизированному Соловью... Признается в любви. Ну, в качок, например. Ладно, вы готовы к финальной битве? Давай. Может, Коша специально воспользовался своим даром? Чтобы я воспользовалась даром своим? Мне просто его... Ветерили Кошей. 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 Сказали самоначально. Говорит, я буду использовать как дубину. Кляча, нормальная. Все? Это все битвы? А, все? Да. Пу, пузо. Я хотел бы поинтересоваться, осталось ли у него после этого хотя бы поля самоуважения. Я все же побежден. Но сомневаюсь, что оно вообще у него изначально было. Мой дар пригодился! Как удачно, что из такой... Как удачно, да! Со мной кого-то избили! Ништяк! Как они писали сценарий? Серьезно, слушай. Реально. Как все смотрели? Ну, это же вообще халат... Ладно, у вас графика уродливая. Ну, ладно. Ну, зачем? Ну, за что? Ну, почему? У дофа больше смысла в мультиках. Ё-мо-ё, серьезно! И графика лучше иногда. Хотя он специально так делает, если что. За основной категории, наверное. Отходящая. Ну, я смотрела всяких дудей. Да, да. Ну, там было лучше сделано. Ну, серьезно. За что? Клапа жизни! Ах да, если что, чудище побеждено! Как думаешь, богатыря-то готовы к приходу настоящего зла? Не знаю. А у него не настоящий, пайкуй. Поставной. Никто не устоит. А, вот. Ну, вот второй сезон действительно не устоял и так и не вышел. Слава богу. Хотя, конечно, может, его все это время делают, даводя визуал до совершенства. А, ну да, да, да. Что я могу сказать? Пусть господин Энакин все выскажет за меня. Ненавижу! Я хочу извиниться перед мультфильмами Аленушка и Ерема и Чудо-Юда, которые я пинал до этого. Это были настоящие шедевры по сравнению с богатырятами. Я большего плевка в сторону самого понятия богатыри даже представить не могу. Заставка проекта врет не только в плане визуала, но и касательно своей динайки. Там еще какой-то сюжет, какие-то вертолеты напоказывали, знаешь. Ведь у зрителя создается ощущение, что это какой-то насыщенный сомнительный мультсериал. А на деле герои просто топчутся в одинаковых тусклых локациях и решают проблемы либо за кадром, либо за пару секунд. Пинай, красиво! Это плоские стереотипы, которые никуда не развиваются и вызывают раздражение. Сюжет не имеет смысла. У нас есть учитель Соловей, который даже не учит героев развивать их способности. Кстати, Соловей вообще ни одной способности не показал. Заметил? Ну, по крайней мере, про обзору Акро. Вообще ничего не показал. Никакого не было способностей. Так о чем смысл его был? Я модный чел с манданой, ключом на шею, йоу. Сказать, сообщить ему, что вы богатыри. И все, из церкви истории. Богатыриата. Вот оказалось, что Ядвига умеет двигать предметы. Ядвига. 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 Вот это тонкое. Так вот, вдруг это может быть... Ой, так что он вообще похож на Долбека. Да? Для нее и окружающих. Может, ей нужно дать пару уроков. Да нет? И так все нормально. Тогда зачем вообще Соловей тут нужен? Неясно. Зачем нужен злодей, вокруг которого весь мульт нагнетают страх, чтобы слить его за один момент? Непонятно, в чем заключается. Суперсила Алекса. Так, кто знает. Бучая своя. Злодей в конце просто трендит с Соловьем. Я не знаю. Ну, потому что подставной. А мне кажется, были друзья. Они тебя проверяли богатыри. Нет, они проверяли их способности. Чтобы были готовы к настоящему злом или нет. Походу. А на самом деле они корешатся. Потому что у настоящего зла пузо еще больше. Как он пробьет корж его или нет одного. Да, да, да. Он никакой не злодей, а типа такая проверка. Ну, походу. Если только проверка наших нервов. Это ужасная халтура, которая не имеет никакого отношения к классическим богатырским былинам. Да и вообще к хоть какой-то относительно внятной истории. Страшно осознавать, что такой бренд, как Союзмультфильм, теперь навеки запомоен этим. Ну, а с вами был Акр. Нет, ну там не только это есть. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Короче, знаешь, что это было похоже? Вот смотри, если на заставку и на мульт внутри. Это когда тебе, вот как у тебя были сратые плагиаты от Акр. Знаешь, что... Когда тебе приносят мультик, и ты думаешь, что это продолжение Мадагаскара. Открываешь, а то какая-то вот эта вот дешевая подделка. Ну, в принципе, как-то русские создатели грешат с этим. У них трейлеры такие офигенные. Там просто максимум. Как в «Защитниках» было. Ну, красочное, крутое. А потом смотришь фильм, такой, типа, о, мой бог. Они в трейлере показали все самое лучшее. Помнишь, ты смотрел какие-то страшилки тоже? Ужасные какие-то русские. В трейлере все хорошо сделано, привлекательно. О, классно, так снято. А финал фильма уже пофиг. Они же пришли, они же запайсили на трейлер. Они уже в кинобилет заплатили, даже сеансы уйдут уже пофиг. Деньги плочены все. Там, знаешь, сидишь на ужасном фильме, такой, деньги уже плочены за кинотеатр сидишь и страдаешь. Просто смотришь, такой, когда это закончится? Такое себе. Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok